Деншин Дроп, самый лучший сайт с примадемами и лунами, все выводы происходят через Куда Шоп официального партнера Деншина, с тебя ее ID, с них примадемы выводы моментальные, ни одного случая баны или списания, а также постоянные раздачи где победить может абсолютно каждый, сам пользуюсь, ссылочка где? Как вы знаете, у нас в игре много персонажей, особенно пятизвездочных их возвращение Лили Ран может занять много-много времени Ты видишь, прямо сейчас мы получаем по два баннера на каждом этапе Но многие люди думают, что нам нужно больше двух баннеров на каждой фазе Таким образом, нам не придется ждать вечно, чтобы снова увидеть наших любимых персонажей Например, если вы хотите получить Сяогун Райден и проиграть 50 на 50 сейчас то возможно тебе придется подождать еще 9 патчей, то есть больше года, чтобы снова попытаться ее выбить Представь, что вы снова потеряете 50 на 50 после ждания в течении целого года Это был бы действительно кошмар, и такое случалось со мной и с моими подписчиками даже на твинках В любом случае, если Хайверс продолжит выдавать нам бы 4 баннера в каждом патче некоторым персонажам будет очень сложно получить тот самый долгожданный Лили Ран особенно стареньким Давайте возьмем в качестве примера Елани Кадзуху На повторный показ уходит целая вечность Это те персонажи, у которых Лираны действительно очень редки Итак, Хайверс представит новую баннерную систему под названием Triple Banners И это может произойти уже в версии 4.5 Эта информация поступает от очень надежного источника, от дяди Васи из пятого подъезда И детали все еще не ясны Некоторые предполагают, что это может включать в себя 3 баннера на фазу Другие предполагают, что это может быть 3 фазы на патч И есть некоторые, кто упомянул возможность повторных персонажей в их дни рождения Честно говоря, я не думаю, что 3 баннера на фазу будет хорошо работать Позволь, я тебе это объясню Видите ли, текущая система баннеров с оружием немного несправедлива Допустим, вы действительно хотите, чтобы на текущем баннере было оружие, поглощающее молния Согласно системе, если вы нацеливаетесь на нее Как бы на определенное пятизвездочное именно рекламное оружие, которое сейчас идет Вы в итоге получаете другое пятизвездочное оружие по канону Ты получаешь одно очко судьбы Вы можете набрать до двух очков судьбы Что означает, что вы уже потратили очень много крутых Вам все еще нужно немножко добить для гарантированного пятизвездочного оружия Как только вы наберете максимальное количество очков судьбы Следующим пятизвездочным оружием, которое вы получите, будет то, которое вы выбрали Вот насколько сложен текущий баннер с оружием То есть ты должен потратить очень много, чтобы получить желанное Либо тебе должно очень сильно повезти А теперь представьте, что если они решат добавить к баннеру еще одно оружие Шансы получить ваше рекламное сигнатурное оружие, которое вы действительно хотите, значительно упадут А со стороны Михаё может показаться немного глупым, что если они добавят к баннеру еще одно оружие Я имею ввиду, что если они уберут стандартное оружие с баннера То добавление всех трех видов оружия для событий может быть действительно хорошим выбором Что же касается людей, которые предложили три этапа Я думаю, что это могло бы быть чем-то, что Михаё действительно сделали бы в дальнейшем Давайте разберемся Если они продлят фазу 1, допустим, на 14 дней То фаза 2 добавит еще 14 дней Что в сумме составит 28 дней И наконец фаза 3 длится еще 14 дней В результате чего общее количество составляет 42 дня Что по-прежнему соответствует тому же правилу 42 дня на патч Кстати, в моем телеграм-канале сейчас проходят масштабные розыгрышные луны Так что успей поучаствовать, ссылка в описании или в закрепленном комментарии Для тех, кто предлагает баннеры с днем рождения То есть, когда у персонажа будет день рождения, тогда и выходит персонаж Это обозначает, что они будут повторяться раз в год Если только не означает, что это что-то другое Если они создадут отдельный баннер специально для повторного показа этого персонажа Я тогда могу поделить вашу точку зрения Однако лично я сомневаюсь, что они когда-либо представят баннеры Именно посвященные с днем рождения Но если соединить и то, как три фазы на патч То есть, когда первый на 14 дней, второй фазы на 14 дней, третий на 14 дней И еще вот это, то это было бы действительно прикольно Но это только на мой взгляд Так что не стесняйся поделиться своими мыслями о баннерах на днем рождения в комментариях ниже Итак, что вы думаете? Хотели бы увидеть дополнительного персонажа в баннерах? Дайте мне знать в комментариях ниже И подписывайтесь всем Пока!